Я нашел работу специалиста по лекарствам. Я мог объяснить терапевтам предназначение фармацевтической продукции. И я зашел в кабинет врача, и он спросил меня, «Разве это то, чем ты хотел бы заниматься до конца своей жизни?» И я действительно задумался об этом. И сказал, «Нет, это не то, чем я хотел бы заниматься всю оставшуюся жизнь. Я хочу изменить мир. Я действительно хочу быть человеком, который принесет справедливость в этот мир. Поэтому я решил, что пойду учиться и стану юристом». Когда я учился в школе, я также решил, что хочу увидеть Америку. Я хочу поехать по стране, чтобы посмотреть Америку, как сказали Пол Саймон и Арт Гарфанкель. И потому я отправился в путешествие по стране, чтобы увидеть Америку. Мы были достаточно обеспеченной семьей, потому внешне у меня было все, чего мог желать человек. И тем не менее, внутри моего естества, внутри моего сердца было беспокойство. Я был в депрессии. Я был разочарован. Я искал мира, и у меня никогда не было долговременного счастья. И я не знал, где можно найти счастье. Я искал его всюду. Что больше всего раздражало и расстраивало меня, это отсутствие справедливости в этом мире. Меня это очень печалило. Вот почему я хотел стать юристом. Потому что я думал, что, возможно, через закон я смогу принести справедливость в этот мир. И так я путешествовал по стране, чтобы увидеть Америку. Я приехал в этот маленький городок в Висконсине. На самом деле он был не таким уж маленьким. Ла Кросс, штат Висконсин, прямо на реке Миссисипи. И я решил, что проведу там ночь, потусуюсь и перейду реку Миссисипи. Еврейский мальчик из Нью-Йорка, переходящий реку Миссисипи. Я приехал в город, в нем было множество баров, и меня попросили поиграть вместе с одной группой на моей гармонике. Парень из Нью-Йорка, играющий на плюзовой гармонике. И там была девушка, просто красавица. Русые волосы, голубые глаза. Молочная королева Висконсина. Это все, что я мог подумать. Она прекрасна. И более того, она была очарована мной. Она считала, что я великолепен. Она смеялась с каждой историей, которую я рассказывал. Она была просто чудесной. Хорошая, добрая. И затем она познакомила меня со своими друзьями. Они все были фанатиками Иисуса. Иисуса? Эти христиане начали рассказывать мне об Иисусе. Это было последнее, что я хотел услышать в этом мире. Я имею в виду, что, насколько мне было известно, все, кто любят Иисуса, ненавидят евреев. И я начал спорить. Я любил спорить. Я же собирался стать юристом, правильно? Потому я привел все аргументы, почему Иисус не может быть единственным путем. И на каждый аргумент они показывали мне в Библии, где сказано так и так. И в конце концов я сказал, знаете что, я еврей. Я думал, что на этом разговор закончится. А они сказали, ты еврей? Аллилуйя! Наш Мессия еврей! Наша Библия еврейская! Если бы не евреи, у нас не было бы Библии и Мессии. Мне никто никогда не отвечал так. Когда эти ребята благовествовали, я думал, я был воспитан в иудаизме. То есть, я знал молитвы. Я прошел бар-митсву по ортодоксальному обряду. И вот здесь язычники, которые знают больше о Боге Авраама, Исаака и Якова, больше о моем Боге, чем я. И я подумал, какие могут быть дела у этих язычников с моим Богом? Все выглядело так, будто у них близкие отношения с Ним. И это просто смутило меня. Они сказали мне, спроси сам у Бога, Бога Израиля, является ли Иисус Мессией. Я просто хотел закончить этот разговор. С меня было достаточно. Поэтому я сказал, окей. Я что-то пробормотал себе, выходя через дверь, и думал, что на этом все. Я ушел оттуда и продолжил свое путешествие по стране, но просто не мог выбросить эту девушку у себя из головы. Пару недель спустя я был в Калифорнии, и я решил, что найду больше других девушек. Но не было никого подобного ей. Мне пришлось вернуться. Итак, я приехал в Висконсин, и снова встретился с Джоанной и ее друзьями. И они начали рассказывать мне о Новом Завете. И я, собственно говоря, начал читать Евангелие от Матфея. И когда я читал Матфея, я был просто поражен. Все начинается так. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Чем больше я читал Евангелие от Матфея, тем более еврейским оно оказывалось. Понимаете, я всегда думал, что Новый Завет — это... Ну, знаете, что это просто ерунда. И точно никакого отношения не имеет ни к чему еврейскому. И тем не менее, каждая страница, которую я читал, была еврейской. И в первый раз я понял, что Иисус не был католиком. Я всегда думал, что Он католик. И когда я читал это, я просто был удивлен. Итак, я читал Евангелие от Матфея. Я увидел в Иисусе прежде всего то, что Он еврей. И Он единственный путь к справедливости. И как бы ужасно с Ним не обращались, Он был добрым. Он был милосердным. И Он продолжал любить. Меня это поразило. Я искал ответы. Я искал жизнь. Я искал любовь. Я приехал в Висконсин. Я приехал в Ла-Крус, штат Висконсин. И я нашел ответы и на то, и на другое. И оба они начинались на одну и ту же букву J. Иисус, Джизус, еврейский мессия. И Джоанна. Прекрасная блондинка. И теперь у меня было и то, и другое. С тех пор, как у меня появились отношения с Богом через Иисуса, я переживаю невероятный мир, невероятную радость. Я также понял, в чем смысл жизни. И я могу поделиться этим с другими людьми. И я вижу, что радость, которая у меня есть, передается другим. И я вижу, как жизни людей меняются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok